Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Александр Скворцов, я менеджер по маркетинг компании «Сингента» направления гербициды. В этой части лекции мы поговорим о стратегии гербицидной защиты СОИ, которые сложились в настоящее время на практике, и разберем подробнее первую. Поговорим об особенностях применения почвенных гербицидах и вообще о правильной оценке их эффективности и правильного понимания этих продуктов при защите СОИ. Но перед этим хотелось бы сказать, что все рекомендованные решения — это не плод каких-то теоретических выкладок или компиляции иностранного опыта. Компания «Сингента» рекомендует только то, что было испытано в течение нескольких лет. Например, в 2023 году на территории трех опытных станций и не только на них было проведено 13 научных опытов по СОИ гербицидам в семи локациях. Была осуществлена реализация и продолжена работа 10 проектов по новым гербицидным решениям. А также были проведены многочисленные опыты непосредственно в хозяйствах всех регионах по уже существующим продуктам. Итак, таких стратегий четыре. Первое — это однократное применение почвенного гербицида. Второе заключается в однократном послевсходовом применении фолиарных гербицидов, естественно, в форме баковых смесей, многокомпонентных. Третье заключается в двукратной последовательной обработке по СОИ, начиная с фазы всходов. И четвертое, самое прогрессивное, является считанием элементов предыдущих. То есть в ней применяется как основа почвенный гербицид, а далее в зависимости условий проводится фолиарная обработка. Если смотреть с точки зрения чистой теории, однозначно комбинированная стратегия лучше, так как именно она позволяет бороться с сорняками в начальный период развития, не допускает перерастания, что является залогом эффективности и хорошего результата по урожайности. Но жизнь налагает свои коррективы, не всегда делающие это возможным. На выбор стратегии влияют история полей, изначальная засоренность, условия выращивания. Например, наличие орошения фактически предполагает обязательное применение почвенного гербицида. А, например, выращивание по технологии Nautil с очень большим количеством растительных остатков на поверхности почвы, наоборот, исключает их эффективное применение. Влияет также географическое расположение. Естественно, в условиях достаточного увлажнения неразумно избегать применения почвенных гербицидов, так же, как и при выращивании на орошении, так как создаются идеальные условия для нескольких волн однолетних сорняков, включая проблемные виды. Влияют конкретные погодные условия. То есть долгосрочный, достоверный, ну, естественно, насколько это возможно, прогноз погоды может носить коррективы в уже выбранную схему, так сказать, на финальной стадии его воплощения. Ну и, возможно, главный фактор, зачастую перевешивающий предыдущий, это организационно-хозяйственные возможности конкретного агрария, то есть наличие опрыскивающей техники в конкретный промежуток времени. Также влияет расположение, удаленность полей, расположение даже источников воды и прочее. Бывают случаи, когда нет возможности, как говорится, зайти с опрыскивателем. На начальном этапе развития сои более одного раза. Тогда выбор делается, естественно, в пользу однократного послесходного применения гербицидов, в пользу самого жесткого варианта, которого мы всячески рекомендуем избегать. Итак, стратегия номер один. Она базируется на однократном применении почвенных гербицидов и не предполагает повторное применение фолиарных обработок. Гербициды могут быть как кросс-спектра, то есть контролировать как злаковые, так и двудольные. Также могут применяться баковые смеси продуктов с преимущественным контролем какой-то одной из групп сорняков. Давайте поподробнее разберем достоинства и недостатки этого подхода. К достоинствам следует отнести, прежде всего, высокую эффективность контроля сорняков. Все однолетние сорняки уничтожаются на стадии проростков, самой уязвимой по сути фазе и недоступны для фолиарных гербицидов, за исключением продуктов, у которых есть дополнительные почвенные действия, как, например, наш продукт Витблок Плюс. Второе достоинство — это низкий риск повреждения культуры. Всходов культуры на момент обработки еще нет, за исключением риска промывания действующих веществ некоторых гербицидов при аномально высоких осадках на почвах с низким содержанием гумуса. Третий момент. Качественные почвенные гербициды обеспечивают защиту от сорняков до фазы третьего, четвертого, троечатого листа и даже дальше, то есть именно в гербокритический период. Есть, конечно, и минусы. Они заключаются в следующем. Первое. Зависимость очень большая от погодных условий и, естественно, прежде всего, от условий увлажнения. При аномально низкой влажности почвы эффективность до всходовых гербицидов снижается. Второе. Они подходят для хорошо оккультуренных полей, не должно быть многолетних сорняков, должны отсутствовать крупносеменные виды, слабо контролируемые. А также целый ряд других моментов. В нашей компании разработаны и пропагандируются семь золотых правил применения почвных гербицидов, которые применимы не только к сои. Мы о них поговорим буквально чуть позже. Третий недостаток. Если гербицид планируется вносить только однократно, то он должен быть, естественно, применен максимальной нормой для эффективной длительной обработки. А это влияет как на экономику, до всходовой препараты они недешевы, так и повышает риск промывания и проявления фиттоксичности на сои, при использовании склонных к этому продукту. Естественно, недостатком почвенных гербицидов является и работа вслепую, без учета фактического спектра сорняков. А теперь позвольте напомнить все правила успешного применения почвенных гербицидов, которые справедливы и для других культур. Правило номер один гласит. Изучите историю поля. В полях должны быть распространены только чувствительные гербициды сорняки, а борьбу против многолетних и крупносеменных нужно проводить в предосшествующем звене севооборота. Уверен, что это правило нет смысла пояснять. Далее, наличие неконтролируемых видов, естественно, автоматически подразумевает проведение последующих фолиарных обработок. Правило номер два рекомендует учитывать тип почвы. Необходимо знать, что после опрыскивания концентрация и сохранность в почве гербицидов зависит от почвенных факторов, таких как гернометрический состав, то есть глинистые и елистые почвы связывают большее количество действующих веществ. Необходимо учитывать pH почве. Чем этот показатель ниже, тем, как правило, быстрее разлагается абсолютное большинство действующих веществ. Необходимо учитывать влажность и содержание органических веществ. На богатых гумусовых почвах связывается большее количество активных компонентов. Естественно, учитываются и свойства самого гербицида, такие как летучесть, растворимость, период полураспада. Третье правило рекомендует учитывать особенности технологии обработки почвы. Производитель, выбирая технологию почвенной обработки, должен учитывать, что обилие растительных осадков экранирует поверхность поля и снижает эффективность применения почвенных препаратов или даже обнуляет ее и рассчитывать на приемлемый результат не приходится. Четвертое правило рекомендует предотвращать нарушение гербицидного экрана. Почвенные гербициды формируют пограничный барьер или гербицидный экран на поле до всходов культуры. Экран работает, уничтожая сорные растения в момент их прорастания, проникая через клеоптели у злаковых и семидоли у двудольных. А иногда еще и через корни и листья некоторые вещества обладают таким свойством. Если в период обработки сорные растения имели достаточное развитие, то такие вещества действуют и на них. Необходимо помнить, что целостность гербицидного экрана нарушают междурядные обработки и дополнительные проходы техники, и их необходимо исключить. Пятое правило. Призывает анализировать погодные условия перед внесением гербициды и после него. Сейчас сервисы прогнозирования доступны, и с определенной долей вероятности все-таки можно спрогнозировать как аномальную засуху, так и аномальные осадки, как перед применением почвенных гербицидов, так и после. Шестое правило заключается в следующем. Необходимо обеспечить оптимальное нанесение гербицидов, то есть настроить опрыскиватель должным образом, в том числе подобрав распылители, обеспечивающие соблюдение регламентов применения препаратов с точки зрения внешних факторов. Температура на момент внесения должна быть в диапазоне от 10 до 25 градусов, скорость ветра до 4 метров в секунду, влажность воздуха должна быть таковой, чтобы не было атмосферной засухи. И, наконец, седьмое правило. Соблюдение технических требований при подготовке почвы. Большое значение для обеспечения оптимальной работы почвенных препаратов имеет структура. В обработанном слое допускается не более 20-30% комков почвы размером до 2 см, естественно, по наибольшему диаметру, и не более 10% с величиной 5-10 см. Не должно быть глыб и крупных комков. Именно из-под них, или как бы из-под их тени, появляются всходы сорняков, потому что сплошного экрана не будет. В заключении, по первой стратегии хочется сказать, что в чистом виде она променяется не широко, а чаще почвенный продукт является элементом комбинированной стратегии. Переходим к стратегии номер 2. Она заключается в однократном применении гербицидов по всходам сои. Обычно это происходит в фазу первого троечатого ареста, так как это позволяет сделать регламент применения большинства препаратов. Реже обработки проводят позже, если опаздывают. Одним препаратом, естественно, при таких обработках дело не обходится. Применяются практически всегда баковые смеси, так как приходится контролировать сразу и злаковые, и двудольные сырники, в том числе переросшие. Какие же плюсы и минусы у данной стратегии? Главным плюсом является организационный. Все препараты вносятся за один проход. Это проще и дешевле с точки зрения затрат на ГСМ, с точки зрения износа техники и прочих расходов. Вторым преимуществом является работа по уже взошедшим сорнякам, то есть нецлепую. Есть возможность корректировать состав баковых смесей уже по факту, естественно, при наличии препаратов на складе или возможностей экстренно их дозаказать. Минусов гораздо больше. Первый — это низкая эффективность против проблемных переросших двудольных сорняков, особенно ранних яровых, про которые рассказывал мой коллега в предыдущей части. Как вы прекрасно знаете, что есть ряд сорных растений, такие как марь, щирица, падалица подсолнечника, которые в переросшем состоянии являются проблемными для абсолютного большинства действующих веществ и, естественно, требуют отдельного подхода для борьбы с ними. Причем примитивно к этим видам слово «переросший» как-то не всегда вяжется. Достаточно представить себе высоту марьи с тремя парами настоящих листьев, чтобы понять, что перерастание происходит мгновенно, и временного зазора практически нет. Отсюда вытекает второй большой минус — высокий риск стресса и проявления фиттоксичности, так как применяются многокомпонентные смеси с высокими дозами расхода, ведь стоит задача за один проход снять весь спектр сорняков, включая проблемный и переросший. Ну и, конечно, полумерами тут не обойтись, иначе придется опрыскиватель загонять в тот раз, и однократная обработка превратится уже в многократную. Если сказать кратко, то при реализации этой стратегии нужно будет работать эффективно, и поэтому всегда жестко. Еще такой момент. Не всегда компоненты баковых смесей дружат с друг другом без снижения эффективности, что является причиной того, что эффективность обработки иногда оказывается ниже ожидаемой, и отсюда уже идет третий минус — низкая эффективность гербицидов при запаздывании по срокам. Это, в свою очередь, приводит к высоким потерям при уборке, при выживании отдельных видов, таких как амброзия, осод или полыни на Дальнем Востоке. Повторюсь, по возможности мы рекомендуем избегать такого похода гербицидной защиты сои и прибегать к такому подходу только в случае организационных сложностей, описанных ранее. Третья стратегия — послесходовая, двухэтапная. Она подразумевает последовательное двукратное применение гербицидов. Первая обработка производится по всходам сои, а вторая — фазу первого тройчатого листа по мере появления второй волны сорняков с небольшим разрывом, что делает ее похожей на схему гербицидной защиты сахарной свеклы. К достоинствам данной схемы следует отнести высокую эффективность против двудольных сорняков. Первая обработка проводится против первой генерации, вторая — против второй, плюс против частично сорняков, выживших после первой. Сорняки к моменту первой обработки не успевают перерасти и находятся в уязвимых фазах. Гербициды вносятся согласно сложившейся фитосанитарной обстановке. Поэтому третьим достоинством является возможность использовать, если не минимальные, то средние дозы гербицидов, что исключает шоковую жесткую обработку максимальными дозами. Есть у данного подхода и минусы. Прежде всего, организационные. То есть необходимо поддерживать очень высокие темпы обработок, нужно наличие опрыскивающей техники на сои в режиме, как говорится, здесь и сейчас, на длительный промежуток времени, особенно на больших площадях, так как окончание первой обработки может совпасть с началом второй. Также есть риск появления фиттоксичности по ряду действующих веществ из-за сближенного интервала применения. Подход однозначно более прогрессивный в сравнении с применением однократной обработки. Переходим к стратегии номер четыре. Она комбинированна, то есть сочетает использование как почвенного гербицида, так и фолиарных обработок. Она самая прогрессивная по умолчанию и позволяет максимально реализовать потенциал урожайности растений сои. В идеале, как я уже говорил, нужно стремиться к ней, особенно на больших площадях. Данная система сочетает в себе достоинства и недостатки предыдущих, но не все. К достоинствам данного подхода следует, естественно, отнести самую высокую эффективность. Сорнякам не дается шансов перерасти. При первой обработке они контролируются на стадии проростков. При второй же присутствуют уже вновь зашедшие молодые растения и лишь минимальная часть сорняков, выживших после проведения первой. Таким образом, при реализации данной стратегии не подразумевается работа по переросшим проблемным видам. Данная стратегия обеспечивает контроль сорняков в течение всего гербокритического периода, то есть с самого начала развития сои и до третьего тройчатого листа и далее, с учетом остаточного действия почвенного препарата. Также данный метод подразумевает меньший стресс для культуры. Обработки проводятся различными препаратами и в разные сроки. Можно, благодаря наличию сорняков в вызовных фазах, работать средними дозами, а не жесткими и максимальными, как при реализации однократной стратегии. Недостатки у данного метода тоже есть. Естественно, они связаны с наличием такого приема, как применение почвенного гербицида. Как я уже говорил, при применении почвенного гербицида есть сильная зависимость эффективности от погонных условий. Чем суше, тем потенциальная эффективность ниже. Есть риск повреждения некоторыми действующими веществами на легких почвах с низким содержанием гумуса при ливневых аномальных осадках. Про это я тоже говорил. Есть также небольшой риск перерастания части сорняков ко времени проведения второй обработки, если первая оказалась недостаточно эффективной из-за несоблюдения тех правил работы довсходовыми гербицидами, про которые я говорил. Это самый лучший подход для гербицидной защиты СОИ. Теперь от теоретической части перейдем к практической. Применительно к портфелю нашей компании есть продукты для формирования всех четырех стратегий. Портфель нас значительно вырос за последние три года, и в настоящий момент идет поиск и регистрация новых решений. Итак, у нас есть три почвенные гербицида. Дуал Голд с контролем преимущественно злаковых и двудольных сорняков. Гизогард, контролирующий преимущественно двудольные некоторые злаковые сорняки. И Гарда Голд с практически полным контролем как однолетних двудольных, так и однолетних злаковых. Сегмент фолиарных обработок представлен гербицидом Кросспекта Витблок Плюс, гербицидом Флекс, отлично контролирующим двудольные сорняки, и гербицидом Eventus, который мы ждем в продаже в 2025 году. Также есть границид с историей Fusilat Forte, который отлично себя проявляет в смесях с флексом, но об этом будет рассказано в третьей части нашего курса. Также у нас в портфеле для SOE есть два диссиканта Reglon Forte и Reglon Air, названия которых уже стали фактически нарицательными. А сейчас поподробнее вернемся к стратегии с однократным применением почвенных гербицидов. Разберем решения от компании Syngenta для реализации этой стратегии и рассмотрим практический пример. Теперь поподробнее о продуктах. Gardegold — это продукт кросс-спектра, как я уже говорил, то есть он надежно контролирует как злаковые, так и двудольные сорняки. Препарат обладает высокой селективностью к культуре. Его применение позволяет сократить количество фолиарных обработок, и он обеспечивает надежную защиту в течение всего гербокритического периода. Первый компонент этого препарата — S-металлохлор. Он относится к классу хлороцетамидов, соответственно ингибирует синтез жирных кислот с очень длинной цепью и тем самым нарушает деление клеток. Действует преимущество на злаковые сорняки и частично на двудольные, но действует на такие сорняки, очень важных в посевах сои, как марь и щирица. Второй компонент — тербутилозин. Он ингибирует транспорт электронов в фотосистеме 2, таким образом нарушая процесс фотосинтеза. Активен тербутилозин главным образом против двудольных сорняков, таким образом оба компонента дополняют друг друга по спектру. Следующий слайд показывает способы проникновения компонентов гардоголд в растение. S-металлохлор проникает через гиппокотиль и калиоптиль, действует как классический довсходовый гербицид. Тербутилозин же за счет поглощения корнями и листьями может подавлять некоторые уже взошедшие к моменту обработки сорняки. По спектру действия гардоголд надежно контролирует такие виды, как марь, щирица запрокинутая, виды щетинника, просокурины, виды частица. Такие виды, как дурнишник, амброзия, паслен черный, относятся к сорнякам среднечувствительным препаратам, и при их значительной численности необходимо предусматривать естественно обработку по вегетации. А теперь давайте перейдем к примерам практическим воплощения стратегии с однократной обработкой довсходовым препаратом. На данном слайде представлен производственный вариант применения препарата гардоголд в смеси с гербицидом на основе кламазона в дозировке 0,7 литра на гектар. Фото из Приморского края, где для борьбы с растением-паразитом по великой, которое, как вы знаете, прикрепляется к проросткам сои уже под землей, применяется именно клонозон по причине отсутствия фактически других вариантов. Как вы видите на фото, на 45-й день после обработки в посевах присутствуют единичные растения амброзии, но на приемлемом для хозяйства уровне. В дальнейшем на данном поле была проведена междурядная обработка широкорядного посева, и на этом защитные гербицидные мероприятия были завершены. Результат хозяйства был получен на уровне ожидания. Следующее фото также с Дальнего Востока, где опытный посев был обработан смесью Гарда Голд 2,5 литра на гектар и препаратом на основе кламазона в дозировке 0,7 литра на гектар. Это было сделано по тем же причинам. Как видите, прошло 40 дней после обработки, культура развита нормально, сорные растения практически отсутствуют, и сои находятся в стадии трех тройчатых листьев. То есть почвенные гербициды и их баковая смесь надежно защитили культуру в течение всего гербокритического периода. Препарат Гарда Голд успешно применяется на сои и на других культурах в самых разных регионах нашей страны, что наглядно будет продемонстрировано на следующих слайдах. На этом слайде вновь Дальний Восток. Сравнение участка обработанного Гарда Голд с дозировкой 3,5 литра на гектар с очень засоренным контролем. Как видите, участок, где был применен наш продукт, смотрится практически чистым. На следующем слайде представлено сравнение нашего продукта в дозировке 4 литра на гектар, не самый максимальный, с препаратом на основе метрибузина в дозировке 0,75 литра на гектар. Как вы видите, метрибузин значительно проигрывает Гарда Голд по контролю злаков. Соответственно, вариант с метрибузином срочно нуждается в обработке граминицидом в приличной дозе. Следующие фото из Тамбова, где показано сравнение эффективности 4 литров на гектар Гарда Голд как с контролем, так и с работой препарата на основе фулмиаксазина максимальной дозировки 120 г на гектар. На контроле, как мы видим, представлен весь спектр сорняков с преобладанием злаков, которые на варианте с фулмиаксазином сохранились в больших количествах. Есть также и двудольный. На Гарда присутствуют лишь единичные сорняки. Фаза культуры — первый, второй, тройчатые листья. Следующее фото вновь отправляет нас на Дальний Восток. Как уже было сказано, амброзия относится к среднечувствительным видам сорняков. Но, тем не менее, с точки зрения хозяйственной эффективности, как видно на фото, вот эта самая эффективность более чем приличная. Из сорняков остался только хвощ полевой. Других сорняков, развитых, не обнаружено спустя 20 дней после обработки, в отличие от контроля, где амброзия уже обогнала сою. Похожая картина из Курской области. Также через 20 дней после обработки. Но спектр сорняков, естественно, другой, амброзии там нет. Зато есть более типичные виды для черноземья. Следующий пример работы Гарда Голд — контроль щирицы Воронежской области спустя две недели после обработки. Да, почвник не бывает эффективен прям на все 100%, что и видно на фото. Но на контрольном варианте количество сорняков на квадратный метр просто не поддается исчислению. И для уничтожения такой щирицы придется потрудиться. На варианте с Гарда Голд видны лишь единичные растения. Как вы знаете, щирица относится также в проблемном видам переросшем состоянии. Она очень продуктивна, сходит волнами при наличии влаги. Соответственно, и бороться с ней без применения надежного почвенного гербицида проблематично. Особенно с поправкой на то, что все чаще появляется проверенная информация о недостаточном контроле щирицы АЛС-ингибиторами. То есть развивается постепенно резистентность к данной группе гербицидов. Гарда Голд не имеет такой проблемы с резистентностью. Для обоих компонентов щирица является чувствительным видом. А теперь давайте вновь вернемся к вопросу работы почвенных гербицидов при обильных осадках. На фото представлено сравнение из Белгородской области Гарда Голд 4 литра на гектар и баковой смеси на основе флумиоксазина 100 грамм на гектар по препарату и препарата на основе пропизохлора в дозировке 2 литра на гектар. Осмотр был произведен 28 дней после обработки. На третий день после обработки выпало 62 миллиметра осадков. И на участке, где был конкурент, произошло промывание прежде всего флумиоксазина. Растения сои получили серьезные повреждения, листья практически полностью погибли и растения испытывают серьезный стресс. На конкурентном варианте сои не развивается, а на варианте с Гарда Голд соя продолжила вегетацию, посевы находятся в чистом состоянии. Итак, давайте поподробнее поговорим про Дуал Голд. Это однокомпонентный гербицид с контролем преимущественно злаковых, однолетних и некоторых двудольных сорняков, включая щирицу и марь. Основа S-металлохлор, механизм действия которого мы уже разбирали ранее, это классический почвенный гербицид с очень высокой селективностью к культуре, не вызывающий угнетения при любом промывании и потому зарегистрирован на многих культурах. Он имеет продолжительный период действия, до 10 недель. Его применение позволяет снизить количество фолиарных обработок и Дуал Голд не налагает ограничений на ротацию севооборота. Партнером Дуал Голда на легких почвах выступает проверенным временем и также зарегистрирован на многих культурах гербицид гизогард на основе прометрина. Прометрин относится к группе триозинов и ингибирует транспорт электронов в фотосистеме 2, таким образом разрушая процесс фотосинтеза. Гербицид системный, поглощается преимущественно корнями и, как и С-металлохлор, не вызывает фиттоксичности ни на одной из культур, на которых зарегистрирован, естественно, при соблюдении регламента применения. Продукт без последействия на последующие культуры севооборота. По спектру действия прометрин, наоборот, контролирует в основном однолетние двудольные сорняки, то есть в баковой смеси Дуал Голд и прометрин дополняют друг друга, что в конечном итоге и дает эффективный и мягкий одновременно результат. Проверенная схема баковой смеси выглядит так. Дуал Голд — полтора литра на гектар, а Гизагар — два с половиной литра на гектар. Схема с точки зрения эффективности даже несколько запасом, такая универсальная и проверенная, поэтому можем смело рекомендовать ее как обкатанно. Следующее фото со Ставропольского края как раз показывает эффективность вот этой баковой смеси, но несколько в других соотношениях, то есть применен Дуал Голд дозировки 1,3 литра на гектар и Гизагар дозировки 2,5 литра на гектар. Прошло 25 дней после обработки. На контроле срева представлена в основном щирица, а участок, обработанный нашей баковой смесью, находится в идеально чистом состоянии. Еще один пример такой же баковой смеси уже из Приморского края. Как мы видим, на контроле очень большое количество амброзии полонолистной. На обработанной баковой смесью варианте отдельные растения амброзии присутствуют, но не следует забывать, что в регионе выпадает больше тысячи миллиметров осадков и что уже к моменту осмотра прошло 70 дней после обработки и других фолиарных обработок на данном участке не проводилось. А присутствующая амброзия не критична для сои с точки зрения хозяйственного результата. Касательно стратегии однократной обработки почным гербицидом хочется вновь сказать, что в определенных условиях на отдельных полях она осуществима и тогда результат с точки зрения урожайности и минимизации затрат обязательно порадует аграриев. Но для этого нужно определенное стечение условий по спектру сорняков, по влажности, что получается не всегда. Если получается, тогда можно рассчитывать на максимальную реализацию потенциала сорта. Во всех остальных случаях лучше планировать дополнительные фолиарные обработки. Из заключений хочется обсудить вопрос разумной оценки хозяйственной эффективности почных гербицидов при реализации любых стратегий. Что нужно понимать и принять как данность? 100% контроль малый роятен, кроме отдельных случаев. Почему? Потому что при высыхании могут образовываться трещины в почве, то есть произойдет разрыв гербицидного экрана. Предсказать это невозможно. И отдельные, подчеркиваю, отдельные всходы сорняков могут появиться именно оттуда. Всходом сорняков также способствуют малейшие микронеровности и комки. Растительные остатки даже в малом количестве могут этому способствовать. И тут сразу возникает вопрос, что считать этим малым количеством. Поле может казаться в целом чистым от остатков, особенно при беглом осмотре. Размеры остатков могут быть небольшими, но достаточными, чтобы, так сказать, прикрыть потенциальные всходы сорняков от гербицидного экрана. Из-под любых стеблевых и листовых остатков появление всходов сорняков оно весьма вероятно. Не забываем также про крупносеменные виды сорняков со средним уровнем чувствительности к гербицидам. Второй момент. Даже при неблагоприятных, казалось бы, условиях почвенные гербициды все равно снимают значительную часть однолетних сорняков, таким образом повышая эффективность последующих фолиарных обработок. Всегда при оценке работы до всхода гербицида нужно помнить не только об абсолютных показателях, но и об относительных. Нужно сравнивать эффективность работы почвенного гербицида всегда с контрольным участком, оставлять его или с огрехом. Тогда при визуальном осмотре поля возможные вопросы отпадут сами собой. То есть нужно принять почвенный гербицид как неотъемлемый элемент технологии защиты СОИ и смотреть его экономическую эффективность в разрезе нескольких лет. На этом вторая часть нашего образовательного цикла закончена. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok